Всем привет! Сегодня я решил сделать обзор часов Casio G-Shock модель называется DW9052 модель не новая и она у меня была на канале в обзоре я сделал обзор с часами Таймикс модель называется T5K584 я ссылку оставлю посмотрите обзор в сравнении а сейчас я хочу сделать обзор именно на эту модель потому что у G-Shock есть одно несомненное преимущество это практически одна из самых недорогих моделей G-Shock она стоит регулярная цена в районе 40$ а можно купить за 39$ если повезет даже за 37$ но речь идет о покупке в Америке можете посмотреть мои ролики как покупать в Америке вы сможете приобрести по цене близко к этой такие часы итак Casio G-Shock одна из самых доступных моделей размеры корпуса если мерить по диаметру вот отсюда до сюда то получается 44 мм если по выступам из этой точки в эту получается 47 мм естественно G-Shock достаточно толстый порядка 15 мм даже 15 с небольшим если если мерить вместе с этими выступами то есть отсюда до сюда то получается больше 16 мм часы весят 65 грамм но для таких часов это немного мощный пластиковый корпус минеральное стекло комбинированное черно-серое исполнение серые кнопки серые вставки здесь пластиковый ремешок ремешок сделан с такими фиксаторами задняя крышка логотип G-Shock из нержавеющей стали задняя крышка 20 бар то есть 200 метров водозащита фик батареи CR-2016 литиевая батарея вот такая металлическая клипса в общем то все выглядит надежно и достойно теперь быстренько о функциях основной режим часы, минуты, секунды вверху день, недели месяц, число именно в таком порядке вот этот индикатор показывает десятки секунд этот индикатор показывает секунды вот сейчас здесь добавится сектор видно дальше какие имеются функции это будильник будильник достаточно интересный значит мы можем установить на конкретный месяц то есть если мы вот этот номер месяца сейчас апрель здесь мы вставляем в дату тогда будильник будет звонить в конкретную дату дальше в таком режиме будильник звонит только в этот месяц в таком режиме будильник звонит каждый день в таком режиме это мы устанавливаем дату то есть каждый месяц именно эту дату будет срабатывать будильник ну и последний мы можем установить конкретную дату конкретный месяц 5 месяц это май 2 мая таймер таймер я установил на 20 секунд давайте посмотрим здесь есть таймер с режимом повтора вот этот значок означает что таймер после достижения нуля запустится заново в режиме повтор здесь активирована одна интересная функция автоподсветка вы увидели да для того чтобы то есть индикация идет со световым сигналом эта индикация включается вот имеет значок называется автоподсветка функция автоподсветка активируется вот таким образом длительным выдвижением вот этой кнопки значок пропал секундомер секундомер имеет несколько режимов работы старт промежуточный результат и стоп это первый режим второй режим работы старт первый финиш зафиксировали второй финиш второй результат сброс вот и все покажу теперь часы на руке вот часы на руке легкие удобные теперь подсветка вот такая яркая подсветка все всем спасибо пока подписывайтесь на канал счастливо до новых видео ребята !